И об этом очень хорошо должны подумать люди, в речи которых нецензурная брань присутствует постоянно. Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентгенов. Например, эксперимент с облучением электромагнитными волнами, в которые трансформировали слова, много лет проводился на семенах растений. И почти все растения погибли, а те, что выжили, стали генетическими уродцами. Эти растения, когда они росли, болели различными болезнями, передали их по наследству и через несколько лет просто выродились. Интересно, что мутагенный эффект не зависел от силы слова. Эти электромагнитные излучения, которые дают слова, могли воспроизводиться как тихо, так и громко. И на этом основании учёные сделали вывод, что определённые слова обладают информационным воздействием на ДНК. Но проведён был и обратный эксперимент. То есть учёные благословляли семена. И убитые радиоактивным облучением в 10 тысяч рентген с перепутавшимися генами семена, с разорванными хромосомами, вставали на свои места у них эти хромосомы и срастались. И убитые семена оживали. Кто-то может усомниться в этом. Ну, действительно, как обыкновенные слова могут влиять на наследственную программу. Но, тем не менее, влияют и очень сильно. И жизнь даёт нам огромное количество подтверждений этих экспериментов. Вот ответьте себе на вопрос. Вы наблюдаете людей, которые живут вокруг вас. Те люди, которые постоянно ругаются матом, постоянно сквернословят. Живут ли они счастливо? Всё ли у них хорошо? Здоровы ли они и их дети? Ответив на эти вопросы, вы сами себе дадите ответ на вопрос, как слова влияют на нашу жизнь. Даже Пушкин когда-то писал своей жене, «Не марай душу чтением французских романов». То есть даже чтение оказывает, то есть принятие в себя слов вот таким вот образом, оказывает влияние на наш организм. И молекулы наследственности получают и акустическую, и световую информацию. Молчаливое чтение доходит до клеточных ядер также по электромагнитным каналам. Один текст оздоравливает наследственность, другой её травмирует. Это касается чтения всякой непотребной литературы. Когда человек молится, то есть вот он произносит слова молитвы, в его организме пробуждаются резервные возможности генетического аппарата. И проклятие, которое разрушает волновые программы, значит, и разрушает нормальное развитие организма, может быть подвергнуто обратному развитию. Известный физиолог, врач, член Всемирной экологической академии Леонид Китаев-Смэк утверждает, что злоупотребление матом медленно, но верно ведёт к гормональным нарушениям, особенно у женщин. Косметологи заметили, что те их клиентки, которые не могут жить без мата, больше других страдают от повышенной волосатости конечностей, у них более низкий голос. Дело в том, что мат способствует выработке мужских половых гормонов. И великий философ древности Аристотель писал, законодатель должен удалять из государства сквернословие, потому что из привычки сквернословить развивается и склонность к совершению дурных поступков. Поэтому, если вы хотите выглядеть молодо, быть здоровыми, тщательно продумывайте то, что вы говорите. Но ведь сейчас нередко приходится слышать, что мат – это прекрасный способ психологической разрядки. Мол, выругался человек, выплеснил из себя эмоции, и ему стало легче. Так ли это на самом деле? Ну да, к сожалению, действительно. Сейчас, после того, как запретили использование мата в средствах массовой информации, у ненормативной лексики появилось очень много защитников, которые утверждают, что ругань вообще полезна, так как в наше трудное время она помогает человеку эмоционально разряжаться. И появилось совсем незатейливое оправдание сквернословия. Если из тебя что-то прёт, то вредно это в себе удерживать, выпусти это наружу. Но защитникам мата почему-то не приходит в голову простой и совсем ненаучный вопрос. А почему таким образом осуществляемая эмоциональная разрядка должна происходить за счёт других людей, вынужденных принимать в свои души эту мерзость? Ведь заметьте, человеку, который ругается матом, обязательно, непременно нужно, чтобы кто-нибудь его слышал. Но всем ли нравится кушать от хода чужой злости? Мне, например, не нравится. Я думаю, что не нравится никому. Свинство в душах людей порождает свинство и внешнее. И немецкий философ Хайдеггер говорил, что язык – это дом бытия. Каков язык, таков и дом. А каков наш дом? Особенно наши подъезды многоэтажек, которые мы все прекрасно знаем. Слово – это то, что отличает человека от животного. Матерное антислово делает человека намного хуже животного, которое никогда не сквернословит. Всё важное начинается в духовно-словесной вере. Как доброе, так и злое. Человек, который постоянно употребляет в своей речи матерные слова, совершает, на мой взгляд, банальное преступление. Он разрушает и себя, и людей вокруг. И избавляться от отрицательных эмоций нужно не путём их изливания на голову других людей, а в первую очередь путём недопущения зла внутрь своей души. Ведь люди ответственны за те яды, которые в них вырабатываются. Они ответственны за свои поступки, за свои реакции, за свои слова. А у нас, к сожалению, принято думать, что виноват в том, что происходит со мной, не я, а какие-то внешние обстоятельства. Но может ли злой поступок способствовать тому, что в мире стало больше добра, любви, света? Может ли злое слово способствовать увеличению добра в душах людей? Злое матерное слово как бы создаёт вокруг себя тёмное пространство, привлекает бесовские силы. От злых слов люди никогда не получают ожидаемой разрядки, а обычно переходят непосредственно к злым поступкам, в полном соответствии с законами психологии. И разве само произнесённое слово – это уже не поступок? Поэтому, говоря что-то своим близким или себе, задумывайтесь над тем, что вы сеете – разумное, доброе, вечное или что-то совсем противоположное. Нагадаю, вашей суразмулцей была урача-психолог Татьяна Фадзеева. Ну, вось и всё на сегодня. С наилепшими пожаданиями с вами развитываются. Алина Степанова, семейные радую.